...на хроническая веноза недостаточности сердечно-сосудистой риски современного человека. Итак, откуда вообще взялась эта история? В 2012 году в Гутенбергском университете было проведено большое эпидемиологическое исследование, которое заняло 7 лет. То есть 5 лет они начали в 2012 году, в 2017 году закончили. Обработка и выгрузка данных в виде публикации произошла в 2021 году. И появилась очень интересная и актуальная публикация, которая меня подвергла в легкий шок и ужас. Сейчас объясню почему. Да, озвучил мой конфликт интересов. Ну, опять же, смотрите, если мы возьмем пациентов с хроническими заболеваниями вен, это, кстати говоря, данное исследование ВенКонсалт, то мы видим, что по мере увеличения возраста заболевания возрастает тяжесть хронической венозной недостаточности, возрастает, ну, действительно, тяжесть нарушения венозного оттока. Следующее, что мы видим, что у 20% пациентов с хронической венозной недостаточностью обнаруживают облитерирующий атеросклероз со снижением ладошечно-плечевого индекса до меньше, чем 0,9. В 15-45% венозная недостаточность сочетается с сахарным диабетом 2 типа, а практикующие флебологи прекрасно знают, как тяжело лечить пациента с венозной недостаточностью и с некомпенсированным сахарным диабетом. И, наконец, у 100% пациентов с ХВН мы можем обнаружить и костно-суставную патологию. Сегодня у нас будет очень интересное сообщение по флебогонартрозу, и артериальной гипертонии, и хронической сердечной недостаточностью ожирения, и хронический геморрой. Ну, то есть такой достаточно серьезный и разноплановый коморбидный фон. Итак, возвращаясь к Готенбергскому исследованию. В него было включено 12 483 пациента, у 10 с небольшим тысяч были в различной степени выраженности хронические заболевания вен. Если мы посмотрим на эту таблицу, то здесь очень интересные выкладки. Вот если мы даже возьмем, казалось бы, ретикулярные вены и сосудистые звездочки, то обратите внимание, какая высокая частота встречаемости артериальной гипертензии, дислепидемии, ожирения и другой патологии. Вот что интересно? Интересно, что тяжесть сопутствующей патологии, она нарастает по мере увеличения клинического класса хронических заболеваний вен. В рамках этого исследования была посчитана связь хронических заболеваний вен с наличием сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалась очень любопытная вещь. Вот если мы с вами опять же посмотрим, то, как я уже сказал, при выраженных формах хронической венозной недостаточности, с учетом поправки на возраст и пол, дополнительные факторы риска, отношение рисков 1,46. При С4-С6 отношение рисков увеличивается до 1,62. При наличии С3-симптомами и С6-симптомами отношение рисков 2,28. То есть опять же есть некая прямая закономерность между наличием сердечно-сосудистых рисков и выраженностью венозной недостаточности. Прогнозируемый риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 10-летний срок наблюдения. Мы видим тоже очень интересный и очень неприятный тренд, что по мере увеличения клинического класса хронических заболеваний вен увеличивается процент пациентов с сердечно-сосудистым риском. А вот здесь уже как бы то, что явилось для меня откровением, это все случаи смерти в зависимости от клинических проявлений хронических заболеваний вен. Но имеется в виду внешняя симптоматика. То есть варикозные вены, ретикулярные вены, сосудистые звездочки, отек, трофические нарушения кожи. И мы видим, что при тяжелых формах заболевания С3-С6 риск смерти пропорционально растет в зависимости от сроков наблюдения. Даже при С0-симптомной, то есть фактически это флебопатии, но здесь даже С0 без симптомов, даже в отсутствии хронических заболеваний вен, в отсутствии флебопатии, риск смерти при наблюдении растет, но при наличии признаков заболевания риск смерти возрастает достоверно. Ну и здесь веноспецифическая симптоматика. Примерно похожие графики, то есть наличие веноспецифических симптомов выступает как независимый фактор риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Имеется в виду инфаркт, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и так далее. Многофакторный анализ по модели Кокса пропорциональных факторов риска от любой причины показывает, что хронические заболевания вен сочетаются с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и раком, то есть хроническая веноза недостаточность с изменениями кожи тоже попадает в группу отношения рисков 1,74. Это очень большой показатель. То есть вот эта таблица, если ее суммировать, говорит о том, что наличие хронических заболеваний вен, особенно хронической венозной недостаточности, может расцениваться как независимый фактор риска для смерти от различных сердечно-сосудистых причин. Ну и, наконец, кумулятивная частота смерти. Здесь мы видим, что опять же все вот эти кривые показывают, что за период 4 года кумулятивная частота смерти от любой другой причины при наличии хронической венозной недостаточности возрастает очень быстро. Даже при наличии талангвектазов и ретикулярных вен тоже тенденция к увеличению смертности от сердечно-сосудистых рисков в сроке наблюдения 4 года. И если, очень опять же интересный исследователь, рекомендую с ним ознакомиться, если сделать по нему выводы, то сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания взаимосвязаны и имеют общие факторы риска. Хроническая венозная недостаточа выступает как сильный независимый предиктор смерти от любой причины в дополнении к другим установленным факторам риска. Ну и вероятность смерти от любой причины возрастает по мере увеличения клинического класса хронических заболеваний вен. Понятно, что результат этого исследования еще нужно осмыслить, потому что, ну, в общем-то, можно посмотреть с поправкой на возраст. Да, понятно, что, как правило, все-таки хроническая венозная недостаточность. Это удел людей, ну, скажем, пожилого возраста, тяжелая хроническая венозная недостаточность. Но, тем не менее, еще раз говорю, вот этот коксовский анализ с поправкой на возраст показывает, что, ну, этот анализ, он нивелирует возрастную категорию. Здесь получается, что, да, действительно, вероятность погибнуть, вероятность умерять от сердечно-сосудистых событий у пациентов с хроническими заболеваниями выше, чем у пациентов без них. Спасибо за внимание. А сейчас я уступаю место Абрецовой Марьяне Владимировне очень частое сочетание хронических заболеваний вен и хронический геморрой. Коллеги, извините, отсканируйте, пожалуйста, этот QR-код. У нас есть возможность, во-первых, ответить на вопросы, которые вам зададут докладчики перед выступлением своим. Ну, я свой вопрос пропустил, поэтому, что называется, жертвую в пользу других. И плюс есть возможность задать очно и заочно вопросы, используя смартфон, ну, либо выходя к микрофону. Итак, Марьяна Владимировна, ваш вопрос. Глубки, уважаемые коллеги, перед тем, как вести разговор о взаимосвязи с хроническими заболеваниями вен и нижней конечности, Я бы хотела вам задать вопрос, считаете ли вы, что хроническое заболевание вен способствует развитию геморроя? Дышишь, штука. Спасибо большое за ваши ответы. Тенденция есть сам, а мы сейчас с вами продолжим. Итак, несмотря на то, что геморроя и данные самки устраняют заболевания сегодняшнего в современном мире, никакой статистики официальной на территории Российской Федерации не ведется. Закладка ковырнозной ткани происходит в процессе эмбриогенеза, и наружные, и внутренние геморроидальные узлы играют не последнюю роль в функции держания. Но под действием провоцирующих факторов анатомическая структура геморроя начинает трансформироваться в болезнь геморроидальную. И согласно общепринятой теории, патогенез геморроя состоит из двух факторов – сосудистый и механический. И суть его заключается в том, что во время усиленного притока артериальной крови по терминальным ветвям верхней прямокишечной артерии происходит избыточный ее сброс в просвет ковырнозных вен, и начинается дисфункция артериоловенозных шунтов, в результате чего ковырнозные тельца увеличиваются в своем размере, и потом за счет разрушения соединительно-тканного каркаса начинают смещаться в проксимальном направлении за счет растяжения изистрофических изменений мышцы трейца и связок паркса. На данном слайде представлен скрин морфологического исследования, и мы здесь с вами видим, что между расширенными ковырнозными тельцами определяются субэпитолиальные мышечные структуры, которые и удерживают геморроидальный узел внутри анального канала. Типичный симптомокомплекс геморроя сейчас представляется это выделением крови заднего прохода, выпадением внутренних геморроидальных узлов, увеличение наружных и воспалительной реакцией с формированием острого перионального тромбоза. И вот характерным признаком для острого геморроя морфологическим является некроз многослойного плоского эпителия или концентарная инфильтрация селительной ткани и стенки вены. На данном слайде представлена первая степень острого геморроя, когда имеется тромбоз узлов без воспалительной реакции. При второй степени отмечается тромбоз узлов с их воспалением. И при третьей степени отмечается тромбоз узлов с их воспалением и некрозом слизистой оболочки. И геморроидальная болезнь существенно влияет на качество жизни населения за счет именно воспалительной реакции болевого синдрома при остром тромбозе на фоне интенсивного геморроидального кровотечения, а также четвертой стадии геморроя за счет пролапса внутренних геморроидальных узлов. Но несмотря на высокое распространение, на снижение качества жизни, сейчас в настоящее время нет данной литературы, которая бы связывала два заболевания или изучала их влияние друг на друга именно геморрой и хроническую венозную недостаточность. Хотя есть информация периодически в литературе о том, что какие-то общие факторы все-таки приводят к развитию этих заболеваний. И несколько лет назад была проведена многоцентровая скрининговая программа взаимосвязи геморроя и хроническое заболевание вен нижней конечности. В данную программу было включено более 2,5 тысяч пациентов. И все пациенты были разделены на две группы. В первую группу были включены те, которые страдают и геморроем, и хроническое заболевание вен нижней конечности. Медиана возраста в этой группе составила 49 лет с достоверно значенным преимуществом женского пола за счет беременности и родов, а также с высоким индексом массы тела. Во вторую группу были включены пациенты, которые страдали только геморроидальной болезнью без признаков заболевания вен нижней конечности. Медиана возраста здесь составила 37 лет, преимущественно оказались в ней мужчины и меньшее число пациентов с ожирением. И было выяснено, что в 60% случаев есть сочетание двух заболеваний – геморроидальную болезнью и хроническое заболевание вен нижней конечности, преимущественно с клиническим классом С0, С1 и С2. Кроме того, у пациентов, которые отмечались заболевания вен нижней конечности, с достоверно значимым различием превалировала геморроидальная болезнь с пролапсом внутренних геморроидальных узлов, что соответствовало второй, третьей и четвертой стадии заболевания. Кроме того, было отмечено, что число пациентов, страдающих запорами, возрастало в группе с клиническим классом более высоким. Ну, в принципе, по большому счету ожидаемо. Но для нас тоже, как для проктологов, было сюрпризом о том, что такая же тенденция отмечается и с длительностью дефекации. В норме дефекация составляет не более пяти минут. Все, что более этого времени, говорит о том, что есть нарушение опорожнения. Это могут быть как функциональные запоры, так и проктогенные. Поэтому очень важно пациентам с заболеванием вены нижней конечности уделять внимание не только местной терапии, но и коррекции дефекации и обращать на это внимание. Можно начинать с коррекции пищевого поведения с акцентом на грубоволокнистую клетчатку, а также использовать объемообразующие слабительные препараты на основе псиллиума, ферментные препараты, а также пробиотики. Если мы с вами обратимся к клиническим рекомендациям лечения взрослого населения геморроидальной болезнью, то там прописано, что вместе с местной терапией в виде свечей, мазей и кремов необходимо использовать системные флеботоники, значение которых в лечении хронической венозной недостаточности доказано и широко используется. Хотя на предыдущей сессии мы с вами услышали, что идет тенденция на снижение их использования у флебологов. Но в практологии вопрос дискутабелен, насколько действительно необходимо назначать флеботоники и какова их роль в лечении геморроидальной болезни. Нам с вами хорошо известно, что флеботоники это гидрофобные соединения, и для того, чтобы увеличить их абсорбцию в желудочно-кишечном тракте, необходима микронизация и носитель МЦК. Это метилгидроксиэтилцеллюлоза, которая существенно увеличивает дисперсионную фазу препарата и, следовательно, расширяет площадь всасывания. На сегодняшний день не стоит сравнения микронизированных и немикронизированных препаратов. На сегодняшний день гораздо актуальнее сравнение микронизации, потому что микронизация разная, и от качества микронизации зависит и терапевтический эффект. И было доказано о том, что более гомогенная структура с наименьшей долей матрицы приводит к более высокой абсорбции и, следовательно, более быстрому наступлению терапевтического эффекта. Кроме того, в 2020 году были опубликованы результаты изучения биофармацевтического профиля таблеток, содержащих диасмин и гисперидин, и именно МОФ с носителем МЦК продемонстрировал в 6 раз лучшие показатели оптимального высвобождения через 24 часа. Этот эффект дозозависимый, и оптимальная суточная доза на сегодняшний день диасминсодержащих препаратов должна быть не менее 1000 мг в сутки, если речь идет о хроническом состоянии или профилактическом приеме. При остром геморроиде дозировка необходимо увеличить в 3 раза в короткий курс приема. И на данном слайде представлены результаты последнего опубликованного метаанализа, в котором оценивалась эффективность использования флавоноидов в лечении геморроя, причем острого пациента, которые связаны с более выраженным кровотечением и воспалительной реакцией. И было отмечено, что действительно флавоноиды в комплексной терапии с местным применением и аппликационным использованием мази и биректальных саппозиториев приводят к уменьшению длительности кровотечения, снижению уровня боли, и, что очень важно для наших пациентов, улучшение качества жизни, начиная со второго дня комплексной терапии и сохранением этого эффекта до 2-3 месяцев после окончания терапии. И завершение своего доклада хочу сказать, что анализ данных показал, что действительно имеется связь между геморроем и хроническим заболеванием вен нижней конечности. Кроме того, отмечается вероятность их совместного прогрессирования. С увеличением клинического класса хронического заболевания вен нижней конечности прогрессирует и геморроидальная болезнь, как клинический, так и по степени развития. И подтверждены общие факторы риска возникновения геморроя и хронического заболевания вен нижней конечности с особенным акцентом на частоту и консистенцию стула, а также длительность дефекации. Но полученные данные не могут однозначно сказать о том, что два заболевания могут непосредственно влиять на прогрессирование друг друга. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я попрошу еще раз QR-код вывести. Значит, есть возможность задать вопрос, что называется онлайн, отсканировав это приложение. Есть возможность задать вопросы, что называется очно. У кого есть вопросы? Тогда, если позволите, я спрошу. Я правильно понимаю, что если, допустим, мы пациенту с хроническим геморроем, вернее, с геморроидальной болезнью и с хроническим заболеванием вен назначаем детролекс, мы лечим как бы одновременно два заболевания. То есть корректируем симптомы и там, и там. Да, безусловно, единственное, что нужно понимать, что если есть признаки острого геморроя, мы увеличиваем дозировку в два раза, стабилизируют ситуацию, а профилактические данные воздействия не на когенез развития. И еще тогда один вопрос. Вот в контексте вот этого гутенбергского исследования, да, как хроническое заболевание вен независимая причина смерти от сердечно-сосудистых событий, можно ли также геморрой хронический, геморроидальную болезнь рассматривать, как независимый предиктор смерти от сердечно-сосудистых событий. Таких исследований нет в настоящее время. Я думаю, что это было вероятно, потому что сейчас вообще тенденция идет к тому, что геморрой рассматривает как симптоматическую болезнь и лечение симптоматическое, а не системное воздействие на организм. Поэтому я думаю, что здесь вес будет небольшой. Спасибо. Вопросы? Так вот, да. Пожалуйста. Перед вами, Марьяна, там монитор, там есть вопросы. Могу зачитать. Они все видят, там идет проекция, поэтому можете смело отвечать. Ну, безусловно, каждый из нас занимается собственной патологией. Ну, по крайней мере, спросить вопрос, как вы упражняете, если у вас порядка идентификации, если есть проблема, направить гастроэнтерологу это 30 секунд в общение с пациентом. Механизм влияния заболевания вен на геморроидальную болезнь, его нет, и в рамках данного исследования выявлено не было, поэтому мы не говорим о том, что хроническая венозная недостаточность приводит к развитию геморроидальной болезни. Но в рамках данного исследования было выявлено, что эти два заболевания могут идти параллельно и развиваться за счет гемодинамических нарушений и большинства, вернее, большого количества общих факторов развития заболеваний. Ну, женщины легких путей не ищут. Понятно, да. На последний вопрос, нет, это не значит, что точно, потому что, опять же, в исследовании показано, что около 60% пациентов имеют симптомы и геморроидальной болезни, и хроническая венозная недостаточность. Но если говорить чисто клинически, из клинического опыта, то большое количество женщин, особенно в послеродовом периоде, либо возрастных пациентов, обращают внимание и на проблемы с нижними конечностями, и на симптомы геморроидальной болезни. А вот если я перефразирую последний вопрос, да, если варикозы, ну, ХЗВ и геморрой имеют общий фактор риска, вправе ли мы у пациента с геморроидальной болезнью прогнозировать более высокую вероятность развития хронических заболеваний вен? Ну, хороший вопрос. Я думаю, что если есть доминирующие факторы риска, то да, возможно. Если факторы риска общие у нас не доминируют, то, ну, здесь вот, потому что мы прекрасно понимаем, что геморроид хронической венозной недостаточность. Два кеморроидной болезни заболевания, пожалуй, за первенство сейчас, чем страдает наше население. Спасибо большое. Я с удовольствием представляю следующего докладчика Щеглова Эрнерста Анатольевича Петрозаводск, автора и провайдера очень интересной теории поражения суставов в результате хронических заболеваний вен. Ну, и опять же, мы начинаем с того, что есть возможность ответить на вопрос, который он сформулировал, и в процессе доклада подготовить вопросы, которые, Эрнерста Анатольевич, на которые ответит после него. Пожалуйста, ваш вопрос для аудитории. Он будет последнее. Во-первых, любые уважаемые коллеги, спасибо за интересное явление в данной проблеме. Очень приятно ее разводить. Название моего доклада будет таким вот образом, как избранное вопрос о диагностике отключения от розоколенных суставов на фоне варикозной болезни. Но я бы позволил себе чуть-чуть переформулировать его и обозначить его как флебогонартроз. Чуть короче, но мне кажется, достаточно правильно отражает ситуацию. Я чуть позже скажу, почему я об этом говорю. Вот статья, опубликованная в 2017 году в итальянском журнале, где, в принципе, проведен исторический обзор всех публикаций, посвященных флебогонартрозу. В том числе, много появляется внимания и информации, которую представляет глубоко уважаемый гость нашей конференции Малай Патель. Это и статья, которая именно рассказывает о том, как зародилась теория флебогонартроза и как она развивалась в дальнейшем. Но, в принципе, этой проблеме посвящено очень много публикаций на Западе, что говорят за рубежом о том, что вследствие нарушения венозного адренажа ухудшается международный поток великолечной жидкости, снижается доставка питательных веществ, в том числе хондроцитам, и негативно сказывается на состоянии костин, негативно сказывается на состоянии хряща коленного сустава. В 2018 год флеболимфология, которая говорит о том, что действительно есть такое реальное состояние, как флебогонартроз, и которая говорит, опять-таки, о патогенезе, проблем с коленным суставом, которые возникают на фоне нарушения венозного оттока. И говорит о том, что венозная нестачность вызывает, как патологию коленного сустава, остеопороз, остеофитоз и повреждение хряща. Вот статья, опять-таки, главвоковажаемая Малая Пателли, совсем новая статья, 2021 год, которая прямо говорит о том, что флеболимфология является реальной клинической ситуацией. Я чуть позже скажу о том, что это не только ситуация ухудшающая, наличие венозной нестачности ухудшает течение остеопороза, она и вызывает его. Вот примерный список того, что было опубликовано за рубежом, но только основные публикации. Видите, что практически каждое десятилетие одна из публикаций, посвященных остеоартрозу и флебогоноартрозу, она за рубежом выходит. Очень интересные данные, которые приводит профессор Уль, это его доклад в 2019 году в Кракове, который занимается вопросами перфоратных вен области коленного сустава и влияние их на состояние хряща коленного сустава и развитие артроза. То есть вы видите, что в общем и целом этой проблеме за рубежом уделяется очень большое внимание, об этом много говорится. И термин хлебогоноартроза – это недалеко не случайный термин за рубежом. Российские ревматологи тоже об этом точно много говорят. Екатеринбург, журнал «Остеопороз и остеопатия» говорит о том, что хотя такой фактор, как ожирение, является сочетанным фактором риска для той и другой патологии, но однако же между варикозной болезнью и остеоартрозом существует самостоятельная ассоциация – это точка зрения ревматологов, которые в общем и целом этого не отрицают. 2010 год. У больных с остеоартрозом необходимо дополнить лечение остеоартроза коленного сустава в случае наличия сочетанной венозной патологии, необходимо воздействовать целенаправленно на варикозную болезнь. 2012 год. В СССР в случае сочетания с сопутствующей патологией необходимо мероприятие коррекции венозного кровотока. 2004 год. Научно-практическая ревматология. Необходима коррекция венозного кровотока для улучшения качества жизни пациентов. То есть страдает и клиника, страдает и качество жизни таких пациентов при наличии сопутствующих заболеваний. В 2021 году вышла моя монография «Флебогонартроз». Вот тут то, что я буду говорить чуть позже, но в принципе это данные исследования, которые приведены в монографии. Итак, что же это такое за заболевание? Если посмотреть, в общем, в целом, частоту варикозной болезни остеоартроза, наверное, здесь не имеет смысла озвучить, особенно варикозной болезни. Мы все прекрасно понимаем, как часто это встречается. И если говорить о их сочетании, то по данным разных авторов, распространенность варикозной болезни при остеоартрозе от 18 до 68%. Разброс очень большой. Чуть позже скажу, почему это происходит. Часто сопутствующие патологии от 18,5% до 48%, а в 1965 году было сказано, что числа сопутствующих заманей составляет до 67%. Опять-таки, очень большой разброс. Почему об этом можно говорить? Наверное, надо учитывать и возрастной характер пациентов. Мы видим, вот это данные, которые мы получили при опросах наших пациентов. Если пациенты возраста 40-49 лет, 37% сопутствующие патологии. А если пациенты 60+, и 70+, то 80-84% имеют сочетанную патологию. То есть, если мы всех объединим в одну группу, то, естественно, получим очень большой разброс данных. Очень большой роль играет и срок существования венозной патологии. Если венозная патология существует первые 4 года, то количество больных с сочетанной патологией не очень велико, практически каждый пятый пациент. А если венозной патологии существует больше 10 лет, то сочетанная патология встречается практически у всех пациентов. Опять-таки, чем дольше существует нарушение венозного оттока, чем чаще встречается сопутствующий гонартроз. Мы анкетировали пациентов, которые приходили в поликлинику по самозирным разным проблемам и обратили внимание, что если у пациента нет варикозно-расширенных вен, то только четверть пациентов страдает остеоартрозным коленного сустава. А если у пациентов есть варикозно-расширенные вены, то уже три четверки пациентов говорят о жалобах на боли в коленных суставах. Возникает вопрос, что первично, что вторично, что яйцо, а что курица в этом процессе. И вот теперь вопрос, который мы бы хотели задать. А можно QR-код? Итак, что первично, что вторично. Варикозная болезнь вызывает остеоартроз, либо остеоартроз вызывает варикозную болезнь. Идем дальше. Ну вот, пока вот так. Так, можно долисать? Итак, в принципе, и тот, и другой ответ, наверное, в чем-то оправдан. С одной стороны, мы можем говорить о том, что остеоартроз приводит к малоподвижности, нарушению функции мышечной венозной помпы и прогрессированию хронических заболеваний вен, в том числе и варикозной болезни. С другой стороны, варикозная болезнь, ухудшение венозного оттока, возникновение венозного стаза, нарушение оттока от субхондральной кости, нарушение питания хряща, усиление болевого синдрома, развитие синовида, снижение функциональной активности пациента. Вот, опять-таки, возвращаясь к статье Малая Пателя, глубоко уважаемого данной 2021 года, который говорит о том, что наличие венозной патологии может быть не только признаком, который ухудшает, причиной, которая ухудшает течение остеоартроза, но может быть и причиной возникновения остеоартроза. Нарушение питания остеоцитов при любой ситуации, которая ведет к повышению венозного давления, приводит к гибели остеоцита, нарушению структурной поддержки хряща, нарушению состояния хряща. И таким образом, хронические заболевания вен, как доказывает Малая Патель, ведут к развитию остеоартроза коленного сустава. Вот данные наших исследований о том, что же это за ситуация, как ситуация возникает у пациента, как это проявляется. Мы исследовали наших пациентов с сочетанной патологией, мы отметили, что у таких пациентов встречается чаще повышенная утомляемость нижней конечностей. У них по сравнению с пациентами с изолированным патологией коленного сустава отмечено усиление болей в коленных суставах через 30 минут после стояния и при наличии более выраженной болевой синдрома вечером, особенно в покое и при движении. Это характерная особенность клинической картины при наличии сочетанной патологии. Мы очень много слышим по телевизору различных рекомендаций по лечению артроза коленного сустава, замечательных, очень хороших и прекрасных, и все начинает хорошо двигаться. Но вот если мы посвратимся с данными рекомендациями европейских и американских, хотя, конечно, это не очень дружественные нам сейчас страны, в 2019 год Европа-США, данные ревматологов, не рекомендует использовать глюкозаминогидрохлорид, не рекомендуется использовать хондроитин. В Европе исключительно рецептурный. У меня отработает доклад, которым буду давать свои последние данные о болевом синдроме при флебогонартрозе, я чуть больше расшифрую эту ситуацию, но они уже не рекомендуется. Не рекомендуется их комбинация, не рекомендуется внутрестанные инъекции гиалуроновой кислоты, что у нас сейчас очень часто рекомендуется нашими ортопедами. И, к сожалению, можно говорить о том, что в этой ситуации пациент остается практически без помощи. И единственное, что рекомендую настоящий момент, это инъестероидные противовоспалительные препараты, но максимально короткими курсами и максимально низких дозировках. Таким образом, мы понимаем, что любая препарат, любая методика, которая придет к тому, что мы сможем снизить курс и дозировку инъестероидного противовоспалительного препарата у пациента с холебогонартрозом, будет, в принципе, во благо такому пациенту. И мы провели исследование о возможности снижения продолжительности и дозировки инъестероидных противовоспалительных препаратов у пациентов с холебогонартрозом при включении в холебогонартрозом компрессионного трикотажа и применении фолеботропных лекарственных препаратов. В наших исследованиях это был препарат Диатолекс в дозировке 1000 мг в сутки. Что мы получили? Мы отметили, что у пациентов отмечается уменьшение болевого синдрома больше, чем на 2 балла в покое по шкале визуальной аналогии в покое и при движении. У них, у 91% пациентов отметил возможность снижить потребность инъестероидных противовоспалительных препаратов. У 42% пациентов после лечения уменьшилось количество синдромита коленного сустава и у них улучшилось качество жизни как по шкале ЦИВИК, так и по шкале оценки тяжести коленного сустава при холебогонартрозе и травме коленного сустава через 12 месяцев. И таким образом мы считаем, что что должна включать в себя терапия при лечении остеоартроза коленного сустава, обязательно рекомендации по режиму, ношение компрессионного трикотажа и обязательно проведение курсов леботропных лекарственных препаратов. У нас это курс ледитерапии диетролексом, 1000 мг, 2-3 месяца, 2-3 раза в год. Мы считаем, что это обязательная ситуация для пациентов с остеоартрозом коленного сустава и варикозной болезни. Но вот, к сожалению, то, что у нас существует во флебологии, я попытался заинтересовать этой проблемой один из журналов сосудистых, но мне порекомендовали использовать не термин флебогонартроз, а еще и термин флебо-ИБС. Я считаю, что выносная паратология в таких случаях гиперболизирует проблему, ну а желание ввести такой термин, как флебогонартроз, рекомендовали провести сочетательное совещание с рематологом и обсудить подобную ситуацию. На мой взгляд, имеет смысл поднимать эту проблему и, в общем и целом, говорить о наличии подобной нозологии. Спасибо за внимание. Спасибо. Я попрошу, да, вопросы и QR-код еще, да, засветить, по которому можно задавать вопросы. Да, Ирна Александрович, пожалуйста, отвечайте. У меня потом тоже для вас есть вопрос устный. Ну, совершенно согласен. Есть проблема и с голеностопными суставами. Если мы посмотрим рекомендации по лечению варикозной болезни, рекомендуется однозначно за инфинцию голеностопного сустава, считается, что она тоже страдает. Но вот данные мои взгляды не посвящены конкретно-коленному суставу. Да, совершенно согласен, голеностопный сустав страдает. Насчет тазобедрного сустава пока не скажу, хотя пациентов, которые протезируют тазобедрный сустав, имеют варикозную болезнь, тоже значительно много. По-другому, скорее всего, там тоже есть какие-то проблемы. Вот, как я уже сказал, что действующая коррекция генозной патологии, она не только улучшает ситуацию с генозатрозом, она и, например, снижает реактивные суставы, но, как минимум, она даже превращает его развитие. Когда мы видим, то есть, ковечность авторов, и у меня тоже с целью на предыдущие зрения. Но вот эту ситуацию с нижней полной вены мы не исследовали. В принципе, у нас есть мысль на этот счет, и в ситуации с остромпатическим синдромом, возрешение варикоза полного логика, вот зоны моих, в принципе, это чисто варикозная болезнь. Хотя, скорее всего, да, там тоже есть какие-то проблемы. В принципе, наверное, это очень следует, что есть мысль на сознание. Конкретно компрессионную терапию без ибородов, мы не проводили, скорее всего, все действуют в комплексе. Конечно, и гидролекция, и флевоторная терапия вместе влияет, влияет поврежденно. Уроль конкретно флевоторной терапии пока сказать не могу. Так, и у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как определить, что первично, что вторично? Мы знаем, что поражение суставов само по себе может вызывать хронические заболевания вен, да? То есть тот же гоноартроз, не связанный там с венозной недостаточностью. И вы доказываете сейчас и доказали, что хроническое венозное недостаточное может вызывать гоноартроз. А вот как определить, что первично, что вторично? Что надо лечить, допустим, в первую очередь? Гоноартроз или ХЗВ? Или одновременно? Вадим Ильич, как вы сказали в своем выступительном слове, надо лечить не болезнь, а больного. Понятно. Поэтому надо лечить все. И я думаю, что надо лечить совершенно верно все, что первично. Ну, это, наверное, вопрос, на который мы никогда не дадим ответа окончательно. Но вот есть определенные предпосылки к тому, что венозная патология была первична. Там был вопрос, как я, что фактор пригорит? Ну, такой фактор есть. И в одном из своих слайдов я показывал, что это независимый фактор риска как для венозной патологии, так и для патологии суставов, который и там, и там вызывает проблемы, и там, и там приводит к этой патологии. Мы отдельно пациентов без ожирения, отдельно пациентов с ожирением, с тем или иным, мы не исследовали. Но это фактор, который будет влиять и на то, и на то, и на то, и на то заболевание. Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что у нас есть возможность задавать вопросы анонимно. Да, используя вот этот QR-код. Мы тогда приглашаем следующего докладчика, Фомин Кирилл Николаевич, ХЗВ, сахарный диабет, точки соприкосновения. На мой взгляд, очень интересная тема, не менее интересная, чем предыдущая, потому что, да, действительно, хронические заболевания вены, сахарный диабет, ну и общепатогенетические пересечения имеют и утяжеляют друг друга. Добрый день, уважаемые коллеги. Укажаем, Вадим Юрьевич. Итак, первый вопрос. Начнем с опроса, их всего будет два. Как часто встретились в всей практике пациентов с отчетной патологией хронических заболеваний вены и сахарного диабета? Каждый день, раз в неделю, раз в неделю. И второй вопрос. Риск венозных тромболических осложнений у больных с сахарным диабетом второго типа по сравнению с относительно здоровыми людьми. Нет корреляции, нет данных, увеличивается почти в полтора раза, в один и четыре раза. Спасибо. Диабет и хронические заболевания вен – это две огромных темы. Мы каждый день практически встречаем этих пациентов. Те или иные имеют сочетное поражение как углеводного обмена, так и вен нижней конечностей. И это действительно колоссальная проблема, потому что это очень серьезные заболевания, которые приводят к нобилизации больных, особенно при очень позднем обращении этих пациентов к нам и при недостаточном внимании с нашей стороны. Сегодня будем говорить о точках соприкосновения. Итак, что общего? Конечно же, эти заболевания очень широко распространены. Практически каждый день этих пациентов видим. Риск развития увеличится с возрастом, как при диабете, так и при хроническом заболевании вен. Все они практически всегда генетически предрасположены для наших пациентов, и ожирение – это ведущий фактор риска для них. Часто недооценивается как специалистами сферы здравоохранения, так и сами пациентами. Они либо поздно приходят, либо мы что-то можем сами пропустить, недооценить и не можем что-то заметить. А потом это происходит уже как какие-то очень серьезные необратимые изменения. Например, посттравматическая болезнь тяжелой степени с развитием тяжелейших трофических яз, которых потом очень сложно эпитализировать. Или, например, хронический гемодиализ, который требует присадки почки. Прогрессирующее течение приводит к развитию опасных осложнений и в значительной степени снижает качество жизни и инвалидизирует больных вплоть до летального исхода. Итак, если говорить конкретно о сахарном диабете и коморбидных состояниях к диабету, то, конечно, должны вспомнить, что есть очень важный коморбидный фон – это артериальная гипертензия, дизлепидемия, депрессия, ожирение, хроническая венозная недостаточность и даже рак. Доказано было, что у мужчин рак простаты, рак кишечника, рак поджижной железы увеличивается в своем риске при наличии больного сахарного диабета. И также у женщин это рак груди и рак матки. Если поговорить конкретно о сахарном диабете, вот здесь представлены слайды наших пациентов, которые мы лечили, все они имели сахарный диабет, конкретно эти пациенты второго типа и хроническая венозная недостаточность, различной степени тярости. Но здесь конкретно третья стадия. Мы видим пациентку на правом слайде, это на левом слайде, это пациентка, как ни странно, 41 года, с асцитом, с выраженным варикозным поражением нижней конечностей и сахарным диабетом, декомпенсированным. И вот в таком вот виде она к нам обратилась. И пациент слева, вправо, уже оголенными сухожилиями тыльной поверхности левой стопы на фоне тоже декомпенсированного сахарного диабета и сопутствующей венозной патологии. Хотя очень часто бывает вот такое дистальное поражение при артериальной декомпенсации в терминальной стадии, но это была венозная недостаточность вот такой вот выраженности. Каждые 10 секунд от сахарного диабета умирает один человек. Каждый год около 4 миллионов человек, то есть это больше, чем от ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита вместе взятых, могут умереть. Ежегодно проводят более 1 миллиона ампутаций по поводу сахарного диабета. Более 600 тысяч пациентов теряют зрение каждый год. И больше полумиллиона человек имеют терминальную фазу хронической почечной недостаточности, которая потребует проведения хронического гемодиализа или даже пересадки почки. Ну и вот тоже представлены на слайдах наши пациенты хронические заболевания, но, к сожалению, сегодня мы ограничены по времени, мы не можем показать результаты лечения. Все эти пациенты, к счастью, вылечены, эпитализированы. Вот тоже это пациентка с другого ракурса, 41-го года слева, и пациентка 70-ти лет справа, тоже циркулярные трофические язвы на фоне варикозной болезни, варикозное нарушение вен, инфекции вторичной, как следствие, и сахарный диабета второго типа, декомпенсированный. Причем декомпенсируется очень часто он в ответ на гнойные картические поражения конечностей, конечно же, учитывая наличие инфекции и даже формирование сепсиса. 60% трудоспособного населения в мире могут страдать хроническими заболеваниями вен. В нашей стране это 35 миллионов человек, из них 15% этих пациентов имеют терминальную стадию развития венозной недостаточности в виде формирования разной сложности трофических венозных нарушений. Ну и если обратиться к цифрам исследований и посмотреть на различные метаанализы и исследования, то недавно было опубликовано такое большое исследование, где было 864 пациента с отчетным сахарным диабетом и хронической венозной недостаточностью. Из них 15% наблюдалось венозной недостаточности у больных с сахарным диабетом. В 2011 году в Великобритании было разрешено исследование, где было доказано, что у больного при наличии сахарного диабета и венозной недостаточности вместе формируется рефлюкс по глубоким венам 64% в правой нижней конечности и 70% в левой, что гораздо выше, чем в популяции. Ну и около половины больных, которые имеют сахарный диабет, особенно на стадии декомпенсации и венозную недостаточность, могут замедлять эпиделизацию трофических дефектов в 8 раз. Вот здесь представлены факторы риска венозных тромболических осложнений. Мы видим на слайде, это метаанализы 2002 года, что сахарный диабет и ожирение – это первый фактор риска, который вызывает прогрессирование рисков развития венозных тромболических осложнений. Ну ожирение чуть больше, чем сахарный диабет, но сахарный диабет в данном случае 1,7, хотя в некоторых данных 1,4. В 1,4 раза по данным исследования, которое было прогрессировано в 2002 году, и несмотря даже на то, что оказалось бы венозные тромбозы глубоких вен и сахарный диабет, по данным этого исследования было доказано, что рецидивы венозных тромбозах глубоких вен могут быть увеличены на 74%. Вот здесь представлены данные метаанализа 2008 года. В правой части представлены пациенты с сахарным диабетом, слева – без сахарного диабета. И вот здесь вот случаи, эпизоды тромболии легочной артерии. Мы видим, что практически во всех исследованиях, это метаанализы, очень удобно посмотреть такие данные, практически во всех исследованиях, кроме буквально двух, мы видим, что увеличивается, колоссально увеличивается риск тромболии легочной артерии у пациентов, у которых есть сахарный диабет. Причем большинство исследований говорит именно про сахарный диабет второго типа, хотя при первом, конечно, тоже очень все плачевно. Ну, если поговорить о патогенезе прогрессирования венозных тромболических осложнений, почему это происходит именно у пациентов с повышенным уровнем глюкозы, вот на этот вопрос мы можем увидеть ответ прямо здесь. Это исследование 2012 года, которое доказало, что при наличии повышенного уровня глюкозы в крови пациента на протяжении среднесуточного измерения, на протяжении долгого времени увеличивается количество тромбина, которое впоследствии может вызвать повышение риска в тромболии легочной артерии. Вот здесь очень интересный приведен анализ. Это статья в журнале «Диабетология» 2005 года, где показано то, что пациенты, вот это красный столбик, красный столбик, и пациенты без сахарного диабета имеют колоссально выше, кратно выше, в 2-3 раза. Вы смотрите, это по возрастам распределения. Очень интересно, 20-34 года колоссальная разница между больными с диабетом и без диабета. По всей видимости, отвечая на эти комментарии, по поводу того, что второй тип обычно, а вот в этом возрасте у нас часто первый тип. И поэтому, возможно, тромболия здесь и чаще происходила. И вот мы видим колоссальное увеличение, особенно в пожилом возрасте у этих больных, рисков тромболии легочной артерии, и развитие, соответственно, колоссальных рисков летального исхода. И вот это тоже очень интересное исследование, которое доказало, что снижение скорости клубочковой фильтрации прямо коррелирует с увеличением рисков венозно-тромболических осложнений. Прямо абсолютно прямая корреляция. Если поговорить о трофических изменениях при сахарном диабете, то очень часто, к сожалению, мы встречаем больных, которые имеют полиэтиотропное течение. Это всегда смесь нейропатии. Это очень часто, к сожалению, для нас в плане сложности и сроков лечения. Это артериальная недостаточность, хроническая венозная недостаточность и наличие персистирующей инфекции в мягких тканях, которые очень сложно иногда ликвидировать на фоне сопутствующей патологии. Вот это очень интересный пациент. Хотел бы вам, к сожалению, сегодня только одного могу показать, учитывая отсутствие времени. Пациент с терминальной такой фазой трофических нарушений, очень выраженным гномокротическим поражением правой голени. Вот на что может быть похоже данный слайд. Ну, если мы обратим внимание на вот такие очень ровные края дефектов кожи, мы можем заподозрить наличие, наверное, какого-то системного заболевания, которое вызывает такие поражения. Но к нашему несчастью, отправив пациента к ревматологу, мы не получили никаких данных о том, что у него есть системное заболевание, занятое лечение самостоятельно. На дуплексном сканировании мы видим абсолютно не суперсложное варикозное поражение нижней конечностей с не очень большой подкожной веной, с не очень широкой малой подкожной веной, с буквально ограниченной зоной рефлюкса по малой подкожной вене по стволу, с отсутствием перфоратных вен. Мы понимаем, что это совершенно не может никаким образом магистральный кровоток и сахарный диабет. 10-20 средний уровень гликемии среднесуточной. Мы понимаем, что такое гноидо-некротическое поражение, масштабное, циркулярное, инфицированное, вряд ли может быть связано с изолированным поражением анатомического русла поверхностных наших вен. И, конечно, варикозная болезнь, она есть, варикозное решение вен есть, но вряд ли для хирургического лечения. Пациента мы начали лечить по типу венозной трофической язвы, как будто мы сделали ему хирургическое лечение варикозной язвы, начали назначать различные бандажи, антибактериальная терапия, компенсация, самое главное, глюкозы. И за полгода нам удалось полностью ликвидировать и эпитализировать гноидо-некротические очаги нижней конечностей. Ну, хотя вот здесь, конечно, оставался совершенно небольшой участок в области ахиллого сухожилия. Ну, и в заключение хотелось бы рассказать о данных очень интересного недавно опубликованного исследования о связи сахарного диабета второго типа и хронической венозной недостаточности. Итак, взяли 40 пациентов с хронической венозной недостаточности и сахарным диабетом. И 40 пациентов были просто с хронической венозной недостаточности. И было выявлено, что у пациентов, у которых была коморбидность в этих заболеваниях, преобладала терминальная стадия хронической венозной недостаточности. А у пациентов, у которых было только ХВН, мы видели только, в основном, преимущественно ХВН первой стадии, то есть отек был только к концу дня. Преобладал в комармидной группе в основном отечный и трофический синдром, в то время как болевой и варикозный в группе пациентов только с изолированной поражением поверхностных вен. Ну и более тяжелое анатомическое поражение венозного русла наблюдалось именно у пациентов, у которых была венозная недостаточность и сахарный диабет. Хотя, казалось бы, сахарный диабет, почему он может влиять на расширение перфорантных вен, увеличение количества участков большой и малых подкожных вен с рефлюксом. И если мы обратимся на очень интересную патогенетическую цепь развития и ответа на все вопросы, почему сахарный диабет напрямую связан с хронической венозной недостаточностью, мы можем понять следующее. Следующее. При наличии макроангиопатии нижней конечностей происходит ремоделирование сосудистой стенки, ее ригидность, стеноз окклюзия просвета артерии, как следствие компенсаторный спазм артерио в микроцеллюкороторном русле, открытие артерио-венозных шунтов, повышение венозного стаза и, как следствие, формирование отека. При микроангиопатии также открываются артерио-венозные шунты, повышается проницаемость сосудистей стенки, повышается капиллярный кровоток, застой в венулярном звене, отечный синдром, как следствие трофические нарушения. Гипергликемия через эндотельную дисфункцию делает все то же самое и приводит к трофическим нарушениям, ну и диабетическая полинейропатия демилинизирует, дегенерирует нервные волокна, приводя к снижению тонуса венозной стенки, как следствие снижения болевого синдрома, и пациент не защищен, он не может среагировать на повреждения кожных покровов, и эти раны инфицируются, тоже приводя к тяжелым трофическим нарушениям. Вот такой вот сложный каскад патогенетически приводил этих пациентов к нехорошим историям. И в заключение, уважаемые коллеги, хочется сказать, что сахарный диабет и хроническая венозная недостаточность – это тяжелейшие медико-социальные катастрофы, ведущие больных к довольно быстрой инвалидизации, особенно при поздней выявленности заболеваний, и неадекватной компенсации с нашей стороны их. И только мультидисциплинарный подход в составе сосудистого хирурга, флеболога, хирурга, эндокринолога, терапевта и кардиолога может этих пациентов спасти и ликвидировать риски инвалидизации. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Вопросы перед вами прямо на мониторе. Прямо на мониторе, вот посмотрите, прямо перед вами. Можно ли хирург леча, пациент, вы сахарный диабет второго типа, сахарный снижающий терапию? Ну, юридически, наверное, нет, но практически мы в различных условиях работаем. Кто-то работает в деревне, кто-то работает в огромном таком мультидисциплинарной команде. Я думаю, что, конечно, когда у тебя есть под боком классный эндокринолог, зачем нам нужны наши недознания в области эндокринологии? Ну, а если мы находимся в глубокой деревне, наверное, стоит все-таки подумать. Ну, я понимаю, что вот даже работая в большой больнице, я часто назначаю сам диуретики, какие-то бета-блокаторы, для того, чтобы снизить этот круг перемещения пациента по больнице. Пациент с особенностью компрессионной терапии. Ну, тут самое главное, конечно, оценить степень макроангиопатии, увидеть, есть ли поражение магистральных артерий. Если их нет, или есть нестенозирующий и неоклюзирующий атеросклероз в нижней конечности, который не лимитирует пациента в ходьбе, то есть это имеет гемодемически незначимые стенозы, то абсолютно так же, как и при любой другой ситуации. Как МОФ влияет на микроцеллюкратурное русло при сахарном диабете? Очень положительно, очень положительно, снижая венозный отек и стимулируя развитие микроциркуляции. Артериальное русло сколько равен был ППИ, использовался ли компрессионный трикотаж? Абсолютно нормальный ЛПИ, если вы про ладошечный плечевой индекс. Комбассионный трикотаж я при таких огромных терапических дефектах никогда не использую, потому что пациенты имеют соблазн на ночь или днем, или утром его стянуть. Я всегда делаю бандажирование нижней конечности, использование различных эластических бинтов, и сверху фиксируют различными фиксирующими бинтами. Это железная схема, пациент сам ничего не делает. Он приходит ко мне только на перевязки, там, кратные раз 5-7-14 даже дней, в зависимости от степени экссудации раны. Да, оно часто поражается. Но смотрите, если это лимитирует наши... Очень часто мы имеем язвы с лимешной этиологией, венозные и артериальные, самое сложное. Если это действительно, очень сложно иногда различить, какой компонент он важнее. Но клинически мы можем понять, медиальная лодыжка или пальцы. Понятно, что даже при наличии рефлюкса по всему стволу и стволу полтора сантиметра в большой подкожной вине и черная пяточная область, естественно, это артериальная недостаточность. Но если мы говорим про что-то такое непонятное, то и нас это лимитирует, то сначала мы выполняем реконструкцию артериальных бассейнов. 100% сначала мы делаем ангиопластику или артерию на шунтирование, или протезом это шунтирование мы делаем, восстанавливаем полностью кровообращение, и только после этого аккуратно назначаем компрессию, потому что это тоже очень опасно, потому что считается, что наложение на различные беременно-подколенные шунты, особенно если это дистальный тип шунта, если мы накладываем туда компрессию, мы можем, конечно, этот шунт поддавить и спровоцировать тромбоз. У меня такое один раз было, к сожалению. Я представляю, наверное, интересный материал. Кому совсем интересно с ним ознакомиться, в последнем свежем журнале амбулаторной хирургии есть публикация по этой проблеме. И мой вопрос был первый сформулирован. Вот сидящие в зале сталкивались ли с обострением хронических заболеваний вен после перенесенного COVID-19? Ну, там, да, один ответ, да, но, по-видимому, мы сталкивались. Вообще, откуда появилась эта работа? Значит, как только завершился такой активный период пандемии, у нас в клинике стали появляться пациенты, которые отмечали прямую причину-следственную связь с появлением различной веноспецифической симптоматики с перенесенным COVID-19 среднего или тяжелого течения. Ну, и также появлялись конкретные пациентки, которые говорили, что вот до COVID-19 в общем-то не было ни ретикулярных вен, ни талангиоктазов, а здесь вдруг прямо вот ноги стали обсыпаться вот этими самыми сосудистыми звездочками. Ну, и мы решили провести исследование, чтобы посмотреть вообще, что происходит, потому что мы знаем, что в патогенезе COVID-19 есть имплантация вируса в эндотелии, ну, и, соответственно, дальше иммунная система человека реагирует, и вот эти эндотелиальные клетки разрушаются. Ну, то есть, короче говоря, на этапе острого периода коронавирусной инфекции присутствует эндотелиопатия. Ну, вообще, флебопатия, эндотелиопатия – это проблема не новая, да, мы с этим уже сталкивались, есть большой пласт по гормоноиндуцированным флебопатиям, в европейских рекомендациях есть даже отдельный раздел 14-й, посвященный флебопатиям, с оценкой частоты их встречаемости, но там, правда, в основном речь идет о гормоноиндуцированных флебопатиях или гипотонических флебопатиях, хотя появляются работы, где, в общем-то, есть некоторые намеки на то, что венозная система тоже попадает в такое вот персистирующее посткоронавирусное состояние, как и сердечно-сосудистая система, так и нервная система. Поэтому, в общем-то, мы посчитали возможным ввести термин COVID-19, ну, или любая флебопатия, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Как там представляется в упрощенной форме патогенез? Да, вот перенесенная коронавирусная инфекция, цитокиновый шторм, который вызывает эндотелиальную дисфункцию. Эндотелиальная дисфункция запускает уже веноспецифическую симптоматику и дебют или усиление вот этого внутрикожного венозного рисунка с расширением ретикулярных вен и появлением телангиоктазов. Итак, в нашем исследовании мы проанализировали 178 пациентов, которые перенесли средне тяжелую и тяжелую коронавирусную инфекцию и обратились вот именно с веноспецифической симптоматикой. Ну, вот обратите внимание, по исходной частоте симптомов, да, доминировало чувство тяжести в окроножных мышцах, снижение толерантности к статическим нагрузкам, то есть классическая симптоматика, которая позволяет заподозрить наличие снижения венозного тонуса, ну и поражения венозной системы. Ну, дальше в меньшей частоте присутствовали гиперстезии, ощущения отека, ночные судороги. И вот была группа пациентов, у которых коронавирусная инфекция закончена, проявилась вот от микроангиопатии, постковидная проявилась дебютом ретикулярных вен и телангиоктазов. В качестве терапии, да, у этих пациенток не было зафиксировано каких-то гемодинамических изменений в венозной системе, не было патологических рефлюксов, ну, за исключением нарушения упруго-эластических свойств венозной стенки. Им в качестве терапии был назначен Детролек в суточной дозе 1000 мг на период 3 месяца, и мы, в общем-то, отслеживали динамику этих симптомов. Мы видим, что количество пациентов с веноспецифическими симптомами уменьшилось. Уменьшилось. Также на фоне терапии уменьшилась выраженность. По больной шкале мы оценивали симптомы, выраженность вот этих вот симптомов, которые можно охарактеризовать как веноспецифические. Встал вопрос вообще, ну, хорошо, ладно, веноспецифическая симптоматика, эндотелиальный дефокс, все здорово, да, а почему вдруг реагирует так периферическое венозное русло? И тогда было решено посмотреть маркеры эндотелиальной дисфункции в центральном кровотоке, да, в кубитальной вене, и в периферическом венозной крови, забирая кровь из дистальных отделов большой подкожной вены. 30 таких проб было сделано, брали пациентов, у которых как раз была реакция периферического венозного русла в виде усиления венозного рисунка, ретикулярных венотелангиуктазов, оказалась очень интересная вещь. В крови большой подкожной вены оказался резко повышен уровень интерлекинов 1 и 6, а также ростовых факторов, васкулоэндотелиального фактора роста и фактора некроза опухоли, то есть тех маркеров, которые, в общем-то, ну в какой-то мере провоцируют неоваскулогенез, то есть появление ретикулярных вен и талангиуктазов. Ну, также были превышены показатели по гистамину и циреактивному протеину в высокочувствительном диапазоне. Ну, вот и на фоне приема микронизированной очищенной фалоноидной фракции, в общем-то, эти показатели начали нормализовываться, но мы видим, что, скажем, по ростовым факторам нам, в частности, по васкулоэндотелиальному фактору роста, нам не удалось вернуться в норму. Что показало это исследование? Это исследование показало, что средне-тяжелое и тяжелое течение коронавирусной инфекции COVID-19 может вызвать проявление флебопатии, которая проявляется различной веноспецифической симптоматикой на фоне персистирующей эндотелиальной дисфункции. И надо сказать, что поскольку к нам в клинику попали пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию за полгода, за 8 месяцев до обращения, то, в общем-то, вот эта персистенция, вот эта эндотелиальная дисфункция, она может иметь достаточно длительный характер. Второй вывод, что прием микронизированной очищенной флавоноидной фракции в течение трех месяцев снижает уровни провоспалительных молекул, уменьшает выраженность веноспецифической симптоматики. Ну и, соответственно, можно рассматривать микронизированную очищенную флавоноидную фракцию как один из компонентов постковидной реабилитации, направленной на улучшение состояния периферического венозного русла. Ну и частота, факторы риска и методы профилактики COVID-19 ассоциированной флебопатии нуждаются в дополнительном изучении. И я должен сказать, что появляется за рубежом ряд публикаций, где оцениваются возможности и других флеботропных препаратов, в частности, солдоксиды, экстракт конского каштана. То есть эта тема, она как бы находится сейчас на плаву, и я очень буду рад, если вот участники сегодняшнего нашего симпозиума примут активное участие в обсуждении и решении этой проблемы. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. До завершения симпозиума у нас аж целых три минуты. Мы в графике. Ну, на самом деле, мы не давали конкретных рекомендаций, что принимать, САШ или таблетированную форму. Просто пациенты обычно в данном случае выбирают наиболее удобную для них форму приема препарата. Ну вот, как раз мы сталкивались, да, почему маркер эндотелиальной дисфункции более концентрирован, скажем так, в большой подкожной системе, большой подкожной вины нижних конечностей. Мы сталкивались с похожей ситуацией, когда изучали, например, отклик, провоспалительный отклик на склеротерапию. У нас тоже не было системных каких-то явлений, а были изменения локальные в месте проведения склеротерапии. Ну, гипотетически можно предположить, что, как сказать, детонка там рвется. То есть, вероятно, были какие-то изменения, был какой-то провоспалительный, готовый, скажем так, к провоспалительному фенотипу изменения эндотеля в периферических венозных сосудах. Может быть, здесь надо просто более глубоко эту проблему изучать. Может быть, были уже какие-то начальные, исходные признаки заболевания вен, в виде какой-то веноспецифической симптоматики, которая не была актуальна до пациента, пока эта симптоматика не усилилась. То есть, еще раз говорю, проблема абсолютно новая, и вот в этой проблеме, что называется, нужно копаться. Отлично. Значит, тогда я открывал этот симпозиум, я его, что называется, завершаю. Я хочу сказать, что я очень рад, что, наконец-то, коморбидный фон пациентов с хроническими заболеваниями вен стал предметом для обсуждения на таком уважаемом форуме, как Рождественские встречи в Санкт-Петербург. Я хочу сказать, что все заболевания, которые обсуждались в рамках этого симпозиума, имеют общие факторы риска. И, опять же, это не шутка. Я не исключаю, что, например, та же хроническая геморридальная болезнь и сахарный диабет, они имеют общие факторы риска, в виде ожирения, малоподвижного образа жизни, особенности питания. И сахарный диабет также может утяжелять течение и флебогонартроза. И я еще раз призываю, в общем-то, более глубоко разбираться в этой теме, опять же, с тем, чтобы лечить не болезнь, а больного. А больной он гораздо более сложная структура, нежели отдельно взятая патология. Спасибо за внимание. Продолжение следует...